Быстрые, смелые и невероятно находчивые хищники, которые приспособились к жизни на каменистых склонах. Их не пугают препятствия, а обилие охотничьих тактик позволяет найти подход к самой проворной или защищенной добыче. Но даже столь приспособленным животным стоит быть начеку, ведь у них тоже есть враги. Пиренейский или иберийский волк – один из самых мелких подвидов волка на планете. Но это не мешает ему оставаться на вершине пищевой цепи и охотиться на действительно крупную добычу. Причем для этого требуется не только высокая скорость и грубая сила. Большие заостренные уши наделяют хищника превосходным слухом. Посаженные под углом глаза обеспечивают широкий обзор, а нос, который в 14 раз больше человеческого, обеспечивает обоняние в 100 раз лучше, чем у людей. Особенности местного ландшафта позволяют издалека обнаружить цель, но перемещение по каменистым склонам – не самое простое занятие, хотя эти хищники лучше других приспособились к бегу с препятствиями. Местная фауна не представлена такими гигантами, как лоси или бизоны, поэтому для охоты достаточно небольшой стаи. Но все же животные, такие как благородный олень, весят в разы больше хищника, поэтому охота всегда сопряжена с риском получить удар копытом или быть посаженным на огромные рога. К тому же длинноногие копытные с легкостью перемещаются по сложным участкам. Однако сила волков в действенной тактике и невероятной выносливости. Молниеносная реакция и отточенные рефлексы позволяют стае использовать особенности рельефа себе на пользу. Совместными усилиями они изматывают зверя и загоняют его в ловушку, где, несмотря на отчаянное сопротивление, под напором мощных челюстей и крепких зубов, участь жертвы становится незавидной. Для поимки самых быстрых бегунов волки используют и другие тактики. Например, в этой ситуации они целенаправленно гонят добычу к тому месту, где в укрытии ожидает еще один член стаи, поэтому обещающая быть долгой погоня завершается в один момент. Волки очень сообразительны, их методы поиска добычи включают в себя также наблюдение за окружающей обстановкой. Например, обращая внимание на перемещение пернатых падальщиков, можно с точностью определить местонахождение желанной туши. Грифы и стервятники едят очень быстро, поэтому охотники не теряют драгоценного времени. Спускаясь с гор словно лавина, они стремительно разгоняют конкурентов и спешно перетаскивают добычу в более скрытное место. Порой хищные птицы не уступают в размерах волкам, но их массы явно не хватает, чтобы дать полноценный отпор наземным хищникам. Поэтому даже в одиночку волк может самым наглым образом заявить свои права на остатки обеда. Окраска хищников превосходно маскирует их на фоне каменистой местности, чем они активно пользуются. Отлично зная, где копытные чаще всего поднимаются из низины к горе, волки устраивают засады. При этом им достаточно обменяться взглядами, чтобы доложить обстановку, ведь малейший шум может спугнуть потенциальную добычу. Дикий кабан – довольно сложная мишень даже для целой стаи. Он хорошо защищен и очень опасен, но упускать такую цель – непозволительная роскошь, поэтому пока один принимает на себя гнев животного, другие волки спешат взять его в окружение. Будучи в меньшинстве, кабан все еще не думает о побеге, понимая, что оторваться от таких преследователей вряд ли получится. После долгого поиска уязвимых мест хищникам все же удается зафиксировать соперника. Европейский муфлон – серьезный противник для одиночки. Его огромные, изогнутые рога являются грозным оружием, но волк не отступает, ведь он знает, что подкрепление уже в пути. Высоко в горах муфлоны с легкостью взбираются на неприступные для хищников скалы, но в низинах даже взрослый баран способен лишь на короткие пробежки, и собранная воединостая мгновенно расправляется с такой добычей. Прыткие кролики – довольно трудная мишень для одинокого волка, но умение маневрировать успешно перекрывается работой в команде. Куда бы ни повернул беглец, его путь быстро пресекает один из трех охотников, поэтому шансов уйти практически нет. Жизнь среди скал дает и свои преимущества. Здесь находится множество надежных естественных укрытий, которые станут превосходным домом для будущих поколений. Однако наивно полагать, что в этих местах у волков нет естественных врагов, ведь опасность может таиться вовсе не на земле. Первые недели жизни малыши не покидают убежище, но время идет, и потребность исследовать окружающий мир берет верх. Своё беззаботное детство щенки проводят за играми, получая первые навыки охоты и выживания, но снаружи в любой момент они могут попасть в поле зрения Беркута. Этот огромный орел не привык мелочиться при выборе добычи, и как только малыши остаются без присмотра, пернатый охотник срывается с места. Выставив вперед свои мощные ноги, он стремительно снижается и при внезапном налете заключает выбранную цель в смертоносные когти. Все происходит настолько стремительно, что родители даже не успевают прийти на помощь, и им остается лишь наблюдать страшную картину. Конечно, помимо волчат, в списке Беркута множество других животных, поэтому у оставшихся щенков есть все шансы вырасти, стать полноправным членом стаи, примкнуть к соседней или даже создать свою собственную. Иберийские волки играют важную роль в регулировании численности других животных, тем самым поддерживая стабильность популяции в экосистеме. Еще больше интересных фактов о жизни этих уникальных хищников вы можете узнать при просмотре одного из предыдущих видео. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!